Народ, привет! Видно как у меня очки из-за потери, ничего не вижу. Привет народ, снова мы с вами и мы сейчас находимся на станции Эль Губейба и попытаемся попасть в музей парфюмерии, в дом парфюмерии. Дом находится в Дэре, сейчас я вам свайпаю камеру. Прекрасный-прекрасный Дубай, это можно сказать такой древний район, называется Хэритейт Виллэдж, видите, вот такие вот домики, они как раз были такую старину-давнену, когда Дубай только открывался и начинал существовать. Ну, кстати, вот люди сидят, кушают, птичек кормят, молодцы. Так, ну что, начинаем идти? Все, идем за Наташей. Я понятия не имею, куда идти, ну, наверное, здесь, потому что всего не было, когда мы посиделились. Да, этого всего вообще не было, два года назад. Ну, только вон, сити-центр, торговый центр, рядом Аль Губейба, это... Метро-станция? Не-не, автобусная станция. А, автобусная станция, мы на ней приезжали из Эляйне, если помните, мы живем в Эляйне, в Эмирате, Абу-Даби. А здесь все красивенько делали, и вот делали, делали. Да, доделали, кстати, молодцы. Не стояли. Вообще, каждый раз приезжаешь, в Дубай каждый раз чем-то удивляет. Приятно здесь гулять, есть зелень, есть пальмы, но я так скажу, еще так тепленько-тепленько. Где-то сороковничек сейчас. Ты очень тактичный человек, ты знаешь? Да, ну, так как мы, в принципе, живем в Эмиратах, Наташа 6 лет, я уже 7, то, в принципе, привыкши, мы к этому привыкши. Так, хорошо, буду сейчас. Ну, там указатели, смотри. Да, давай посмотрим, что это. Вот всего этого, я не помню, мы же подойти к этому не могли. Да нет, это все было перекрыто, здесь была стройка. Ну, это, возможно, будет еще какой-то объект наследия. Ну, мне кажется, музейник какой-то будет. Ну, визитер-центр, обычно по музеям. Так, что у нас здесь? Деревня наследия, дом детей. Нам нет дом детей, Наташа, нет? Нет. Что-то пока мы не видим, где здесь мы здесь под примерим. А помнишь, мы же к нему... О, кстати, смотрите. Ух ты, круизный корабль. Круизный корабль, видно? Ох, красота какая. Кстати, туда нельзя подойти вот так, чтобы пройтись вдоль них. Там даже по нашей стороне, вот если мы будем идти, там нет дороги. Да, там подойти невозможно, ну так, издалека. Стоит корабль, нельзя подойти. А там их много. Ну что, идем? Ну, вон охранник вообще-то идет, идем сквозь. И подойдите и спроси, охрана не любит, когда их снимают. Нам хаус оф парфюм. Сейчас посмотрим, как Наташа пообщается с охранником. Ну, вообще, как бы и секьюрити, полицейские не любят, когда их снимают, и их нельзя снимать. И, в принципе, они правы. Ну, смотри, показывает, молодец. В общем, нужно идти прямо, я так понимаю. А там будет яма. Спасибо. Все, идем вот туда, вот, вперед. А смотрите, какое красивое покрытие. Такое впечатление, чтобы паркеть, да? Но это камень. Это камень, так классно сделано. Вот такая здесь давнина, красота. Birth of a city. Это как это, рождение города, да? Да. Дубай и Крик, рождение города. Дубай и Крик – это один из самых старых районов. И, я думаю, именно здесь это были знаменитые ловцы жемчуга, ведь раньше. Дубай жил не за счет туристов, не за счет нефти, а именно за счет ловцов жемчуга. Это была самая популярная и престижная профессия. А это закрыто, да, сегодня? Когда он открывается? В среду, по-моему? Да, сама Heritage Village работает со среды, по-моему, по воскресенье. А дом парфюмерии наоборот. Как-то тут, знаете, просто из-за всей ситуации в мире, нужно смотреть в гугле. Обычно все работало, ну, когда была Heritage Village, потому что дом парфюмерии мы не застали. Надо смотреть в гугле, потому что все работало, а сейчас всегда особое расписание какое-то. Похоже, что это. Ну, очень безлюдно, но вы поняли почему, потому что очень жарко. О, а я красиво сейчас покажу. Смотрите, какие переходы. Ну, какие просто. Давай пройдем? Ну, там парни фотографируются. А, там парни фотографируются, ну ладно. Ну, вот мы уже... Ой, на Крике мы. Да, уже называется Дубай Крик. Перешейк. Крик – это Перешейк? Перешейк, по-моему, переводится. А я думала, как берег просто Крик, нет? И посмотри, делали эти ограждения, как, ну, как дерево реально. Да, где-то здесь уже этот, кстати. Налево, на Леонской. Да, потому что я помню, помню, как мы проходили здесь. Боже, как раз... Ой, боже, как это экскурсионный корабль. Смотрите, вообще никого нету. А что это за мост или что это? А здесь и моста не было. Мы сейчас все покажем, да я только водичку покажу. Боже мой, какая красота. Ух ты! Ух ты! Что вы понимали, кстати, здесь купаться нельзя. Ну, если вы с корабля, вывалитесь. Ну, как? Ну, люди приспособятся. Самолет летит, корабль идет, красота какая. Дай понюхать, дай понюхать море. Хоть это как-то, как там, залив, неважно, пахнет, пахнет. Нет, это не экскурсионный, это рыбонарка. Это, наверное, настоящий корабль. Ах, красота, кстати, да, вот это вот... Ну, в тенечек пойдем, что мы не было. Мы любим это. Да, мы стоим на самом жарком месте, наверное. Не надо этого делать, пошли, чтобы мы не получили солнечный удар. Кепочки мы не взяли. Все, чтобы вы понимали, пять. Пять вечера, дико жарко, никого нет. Фух. Ничего никого нет? Ну, ты знаешь, как бы, я имею в виду толп туристов нету. Ну, работники, да, работа такая у них ходить здесь. Фух. Ну, как, народ, как вам вот такой Дубай интересный? Очень красиво. Мне нравится. Мне нравится. Это все восстановлено, но реально... Да, это все восстановлено, но это все, как оно было в начале. В начале существования Дубая. Вот такие улочки. Можно завернуть здесь, сделать инстаграмные фоточки. Красиво. Знаете, а вот когда вечером, оно в огнях все еще, постараемся обязательно прокатиться на лодочке за один дирхам. Лодочка называется Абра. Причем я когда как-то перепутала, сказала водителю нам к... А, подожди. Арби. Нет, все. Арба, это 4, значит. Я говорю, нам к Арби. Он говорит, что? Что типа это? Я говорю, а потом я понимаю, что к Абре надо говорить. Лодочка называется Абра. Может, не в этом видео, но прокатимся обязательно. Ну, чел сидит, отдыхает прикольно. О, традиционное украшение. Этого моста точно не было, который вдалеке там. Что это вообще такое? Ну, очень много всего построили. Вот где-то здесь должен быть дом парфюмерии. Это документальный, исторический такой. Ну, он открытся. А вот это не он? Бози. Бози. Ну, я покажу этого Бози. Ай, котики, это милые котики. Хаос у нас открыт. Все, вроде нашли мы. Вот он. Вот этот дом. Дом парфюмерии. Ну что, будем заходить? Я думаю, это дом. Да, ну, как бы мы очень надеемся, что надо... Подожди, а что это такое сразу? Ут. А это ут. О, любители парфюмерии. У нас есть лист, распаковка, плейлист. Распаковка и ароматы. Заходите, смотрите, про ут мы рассказывали. Это очень популярное дерево, из которого дело. Оно входит в состав очень многих ароматов. От люлярия 3 называется. На ботаническом, да, языке? Наверное, у Наташи аж пот вытирает. Просто из маски льется. Не из маски, а с Наташей льется в маску. Да. Ну, просто напоминаем, что здесь штрафы высокие. И правительство Эмиратов действительно сильно борется с тем, что происходит в мире. Поэтому снял масочку и заплатил 815 долларов. Вот. И это как бы реально... Ну, к сожалению, мои друзья попадали, и они платили штраф. Так, ну что? Вот, кстати... Ну, оно уже открыто? Здравствуйте. А, это открыто? Да, это открыто. Но это наш центр. В центр. О, окей. Спасибо. Я уже часто испугалась. Думаю, он закрыт. Думаю, это видео не получилось. Вензди закрыт. А там, ты знаешь, оно было в гугле во вторник. Здесь написано по-другому что-то. Надо смотреть в гугле просто. Я думаю, там правдивая информация. А, ну, во вторник все правильно. Слушай, дверь сама что ли открылась? Hello. 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 Yes. Hello. We want to buy. Okay. А сколько они стоят? How much? It's 50 dirham for two people and 30 dirham. Ага, 30. And we built it for houses. Big house, a perfume house, and emergency and people like it. Народ, смотрите, вот вся информация, кстати, и за двоих взрослых 30 dirham стоит. Вот в музей на одного взрослого 15 dirham, а здесь есть, смотрите, вот взрослые 15, групповой 5 человек. То есть по 10 уже будете, по 10 с компанией придете. Ну, в общем, много вариантов, но вот самый основной будет стоить 15 dirham. Так, карточку свою я забираю уже. Все. Сейчас будут билетики. И сказали, какие-то 4 дома здесь, но только дом парфюмерии или 4 дома парфюмерии. Ага, мы должны сфотографировать этот скриншот сделать. Поняли? Вот так вот, Наташа. До 8. А вечера. А, окей. У тебя телефон не сядет? Нет. В общем, мы должны будем предъявлять этот код. Правильно, что бумажки нам не дают, в принципе, это, чтобы избежать, ну, трогания ненужных вещей. Сейчас я спуток проверю. Ну, проверяем. На файл? На файл? Спасибо. Спасибо, мы будем. Ух ты, какая приятная женщина. Это дом шейхи, королевской семьи. Это специи, ребята, это специи. Мы нажимаем, и интерактивно оно работает. Спасибо. Вот нам девочка рассказала, что это специи, что принадлежит от королевской семьи, это шейхи. Это королевская семьи. Нет, 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 организм, как бы, это дом матери шейха Рашида. Правильно, я бы слышала? Шейха Мохаммеда, я думаю. Мохаммед Рашид. Мохаммед Рашид. Потому что Рашид, ты его отец, он умер уже. Точно, я читала. Вице-президента Эмиратов и шейха Дубаи. Она сама делала парфюмерию и хранила эту парфюмерию у себя под кроватью. То есть сама создавала. И основной ингредиент это ут. И вот она сказала нам в момент, что тут вот есть, но она в английском языке, пока не знаю. Так, сейчас я перебью, давайте, камеру на Наташу. Потрогать, свайпнуть. Не знаю. Помните у нас и в видео, по-моему, где? О, смотри, смотри. В каком-то тоже не получалось. Вот здесь, как оно дистилляция происходит. Это из агарового дерева делают ут. Прям прикольно, смотрите, всякие приспособления такие. А это где он произрастает? Да, Камбоджа. Индия, Камбоджа, Малайзия, Индонезия. Ну, приятная я была во всех четырех странах. Наташа не была только в Камбодже, да? Ну, надо будет это исправить. Так, здесь что? Ох. Давайте лучше Наташу спросим. Она у нас специалист по парфюмерии все-таки. Ну, ты уж тучки-то сказали не трогать. Это какие-то виды уда. А что это такое? А, Дехан Альуд. А, это разные виды уда. Как это не трогать? Ну, нажми кнопочку, мало ли. А, ты думал, запах появится. Ну, ладно. Наверное, запаха там нету. Смотри, это Эмираты предпочитают. Это всегда, когда говорят о удах, всегда местные жители говорят Дехан Альуд. Да, я помню. А вы помните в видео, друзья мои? Это уда из Индонезии. Из Индии. Ой, пардон, из Индии. А синтетически есть удах какой-то еще. И есть уда из Индонезии и какой-то еще. Смотри, это типа сделанный здесь. В общем, народ. Кто там читает, разбирается, прокомментируйте. Даша, все, хочу кнопочки нажать. О, еще же есть, да. Так, очень красиво все сделано. Смотри, порошок из Уда. Зачем? Уд, паудер, порошок, да. Вот он. А вот, наверное, сам Уд. Уд, чипс. Чипсы из Уда, кусочки, короче. А это уже Уд сам, смотрите. Можно как бы понять, что это масло уже такое, которое готово, ну, эссенция, которая готова уже быть использована при приготовлении аромата. Представьте, как это круто, готовить ароматы. А это натуральные деревянные... Уд, да, натуральная древесина. Натуральная древесина, удовая, конечно. Смотри, какой он разного цвета. Да, я вижу, конечно. Смотри, какой он, это оранжевый, прямо как ситрук какой-то, да. Это как... Прямо шпить захотелось, слушай, как раз воды не взяли в этот раз. Так, идем дальше. Так, ладно, давай шафран посмотрим. Ну, шафран, знаете, это специя знаменитая и очень-очень дорогая. На самом деле, вот он. Вот такой шафран вы можете приобрести в любом магазине, в Харифори в том числе, и часто бывают скидки. А, кстати, в Испании очень-очень хороший шафран в Испании. А найдем, посмотрим. Здесь тоже можно нажать что-то. А ну, сейчас English. И пошли что-то какие-то рассказики про шафран. Ух ты! И оригинальный есть, и драйвинг сухой какой-то, то есть разный. Ну, свежий. Бутылочка напоминает аромат и яс. Ну, они знаменитые. То есть сразу будет картиночка, сразу будут варианты, где лучший шафран. Провинция Испахана. Я так понимаю, произрастает. Ой, как луковица, смотрите. Вы знали, что это шафран такой? А получается вот такой вот. Прикольно. Так вот же, вынимают вот эти вот тычинки. Так, когда что людям скучно не было, давай сразу и покажем. Потому что такая музыка приятно играет. Это есть шафран. Боже мой. Вот эти вот штучки. Голубые крокусы. Да, крокус. Я забыла это название. А вот шафран сам. Это уже high quality. High quality, боже. Высокое качество. Высокое качество, да. И low quality, это такой себе шафран, короче. Низкое качество шафрана. А это вот банчи с веточки, можно сказать, такие вот шафраны. Не веточки, а кустики какие-то. Слушайте, ну прикольно, интересно. Так, сейчас давайте я вам быстро покажу здесь. Это 100 казалов. Наверное, заскучаете. Так, амбар. Наташа, что такое амбар? Амбар из кита. А? Из кита. Кит из кашел... Подожди, правильно же я понимаю? Ну, амбар написано. Не, ну амбар, да. Из кашелота. Вот, да. Слушай, Наташа просто все знает. Вот такой симпатичный кашелотик. Откуда берется этот амбар? А эта переработка в его кишечнике, это до сих пор неизвестно, по сути, что это происходит. Это как чистка его кишечника, кашелота, и выбрасывает он, ну, изрыгает и находит вот такие вот куски маленькие. А здесь почему-то какое-то нарисовано растение. Акация, флауэрс. Смотри, акация. А это, наверное, вот то, что изрыгает кашелотик. А это уже получается, уже вот синтетическим путем делается эта амбра. Это, кстати, первый зал, а залов их, кажется, 4, сказали. Наташа все будет разбираться, потому что Наташа, она, Наташа, она такой специалист по парфюмерии, что она будет докопываться до сути. Так, и дальше стоим. Local ingredients, местные ингредиенты. Значит, они из Эмиратов. Перевожу ваше внимание на грибы, ароматические специи, яз. Лавендер, варити. Боже мой, тут вообще ничего не знаю. Вот, знаю, морская соль. И арабский жасмин. Так, давайте их обойдем и посмотрим лучше. А то что-то я вам тут рассказываю, но не показываю. Сухой махлаб. Какие-то семена сухого махлаба мне чем-то напоминает такую среднюю гречку. Дальше яз, это цветок яза. Наташа пошла уже звать охранника, чтобы разобраться. Правильно, ну что. Вот морская соль, кусочки морской соли. И дальше арабский жасмин под названием фил. Фил это арабский жасмин. Так, ну что там security нам расскажут? Ты про комнату спросила? А что, кнопочки трогать нельзя? Нет, кнопочки трогать можно, но это было в до. В до времена, я помню. В до времена нажимаешь, нажимаешь, и идет запах. Ты понимаешь, запах. Ты вообще, представляете, как было? Нажимаешь, и идет запах. Можно зайти в ту комнату, и там есть, наверное, для продажи или что-то. Ну да, для продажи здесь тоже, я себе думаю. Дальше роза, смотри-то там, local ingredients, местные ингредиенты. А это роза. Ну роза тоже является популярным таким цветком, который используют для парфюмерии, для делания парфюмерии, но не звучит, но пробирочки здесь пустые. Роза, ну вот, полные какие-то, что-то она... Смотри, 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 смотри. Тулинская роза, болгарская роза, и Саудовская Аравия, это, это роза... Сейчас, как же она называется, я забыла. Еще есть дамасская роза, но тут ее не указано. В Тубе роза еще есть. Не придумываю. Это не то? Это не то, ты совершенно... Блин, только запомню, а слово уже не то. В Сирии дамасская роза, но тут не указано. А вот Саудовская Аравия, как же эта роза называется? Такая самая дорогая, таивская, таивская роза таивская. Да, я такого-то названия не знала. Таивская, вот, вот, таив сити. Посмотрите, таив сити, вот, вот эта роза. Слушайте, поставьте, Наташка так классно. И она растет на высоте 1800 чем-то метров. Наташа, ну вы даете. Смотри, смотри, отличие, таивская роза, дамасская, ай, не показала. Да, мне ничего страшного. Так, маска, а это муск, да? Это муск, вот так и переводится. Мускус, мускус. Да, вот здесь было, смотрите, какие варианты мускуса, которые могли мы попробовать, понюхать. Смотри, смотри. Не попробуем и не понюхаем пока. Натуральный мускус из, тоже достается из секрета, паборги. Это такое животное. Это амбре. Это синтетический. Да, синтетический. Вот эти будут, по-моему, черного цвета, а синтетический цвета. Да, ну вон, кстати, они, и так предполагаю, что они там все варианты и висят? Наверное. А это что такое? Кусочек такой. А это как раз вот и есть, смотри. Ой, смотри, животные. Так, а я тебе о чем? Вот это и есть каборга. Вот это да. Ну что, из животных мус достается. А я тебе о чем сейчас рассказывала? Ну, ты даешь. Вот, смотри, какая каборга. У нее такие еще клычки. Кто из них каборга-то? Вот это ребенок и большое животное. Я думаю, это кошка и олень какой-то. И вот они где есть. Сам ты олень и олень, короче. А, цветы, цветы. Цветы это вообще прекрасное животное. Я люблю кофе. Так, народ, смотрим, что здесь в пробирочках. Это настоящий черный мускус. Дальше вот такой вот большой натуральные, значит, семена. Их, кстати, много. Ага. Дальше кристаллизированный муск. Прикольно. И-и-и синтетический муск. Так, ну этот зал мы уже посмотрели. Сейчас пойдем в следующий. Народ, это Цвета, а это каборга. Так что все правильно я поняла, что котенок и олень. Ну не олень, а просто похоже на оленя. А это вот как раз этот мешочек, который у них забирают и там разрезают. Откуда у них забирают? Где-то из пупука или где-то еще. Так, печально это. Пошли в другой зал. Ну подожди, печально. Ну как бы рассказывают, что якобы это все уже цивильно. Их там... Добровольно то есть забирают, да? Они сами отдают. Нет, они их усыпляют, на время забирают. Ну как бы для животного это не критично, не критично. Вот. Ну и потом животное просыпается и дальше живет. Ну... Не знаешь, он что-то забрали там. Такая история, да. Ну это очень дорогой ингредиент, как и этот амбра. Ну амбра это просто продукт жизнедеятельности, это как отход посуде у кашалота. Вот. А здесь, извините, когда ты покупаешь мускус натуральный, и это очень дорого, наверняка очень дорого, надо понимать, что это... Но это очень... ну для животного это нехорошо. А с другой стороны, это аромату придает парфюму стойкость, звучание, незабываемый аромат просто. Офигеть, только животное жалко. Ну... да. Так, пошли в другой зал, короче.